Привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем, в какие RPG-игры на ПК стоит обязательно погрузиться. И если вы готовы к захватывающему приключению и нескончаемым битвам, тогда давайте начинать. Fallout 4 это не новая и улучшенная версия легендарной игры, которая вновь погрузит вас в опасный мир, переживший апокалипсис. Вы станете одним из немногих выживших в жестокой войне. Вы выживаете только потому, что оказались в защищенном бункере и ваш номер 111. Эта четвертая часть игры собрала в себе все лучшее из предыдущих частей и стала еще лучше в плане графики и основного геймплея. Предыдущая часть была основана на сюжетной линии. В этой части вы сможете самостоятельно выбирать миссии для выполнения. Разработчики порадовали поклонников проекта множеством интересных миссий, в которых вам предстоит разгадывать множество тайн. Все вокруг создано для определенного эксперимента, о котором вы сможете узнать после того, как пройдете Fallout 4. Marvel's Midnight Sun. Это стратегическая игра, в которой игроку придется открыть мрачную сторону супергеройской вселенной и выступить в бою против демонических сил. Играть предстоит за оригинального персонажа-охотника, внешность и параметры которого настраиваются индивидуально. Игрок сможет создать идеального, по своему мнению, члена команды и сразиться бок о бок со знакомыми персонажами. Мать всех демонов Лилит пробудилась ото сна с помощью гидры. Объединение науки и темной магии вернули к жизни сильнейшего представителя подземного мира. И теперь она ни перед чем не остановится, пока не вернет Хтона из заточения. И если это допустить, то планета будет обречена на погибель. Мстители выступают против нового зла, но понимают, что в одиночку им не справиться. Тогда на помощь была призвана команда полуночных солнц. Но даже объединенными усилиями им еле удавалось сдержать натиск могущественной женщины. Тогда герои вспомнили о старой легенде про охотника, отвергнутого ею сына, которому уже удавалось победить свою мать. Чтобы одержать победу против демонической армии, игроку необходимо проявлять не только тактические способности, но еще и хитрость, так как подземные существа не привыкли сражаться по чести. В перерывах между битвами можно укреплять отношения с другими членами отряда, что позволит открыть новые уникальные способности. Кроме того, у протагониста есть собственный обитель, забытая временем, но все еще таящее множество тайн и секретов. Mass Effect Legendary Edition Это полное собрание приключенческого легендарного Шепарда вместе с некоторыми обновлениями и серьезными улучшениями. Вас снова ждет захватывающая история о приключениях капитана космического корабля, которому предстоит столкнуться с новыми врагами в галактике. Все части трилогии взаимосвязаны в сюжетном плане, поэтому с этим комплектом геймеры смогут насладиться полной версией приключений любимого персонажа. Событие будет происходить в открытой вселенной ошеломляющих масштабов, доступные для немедленного исследования. Вы можете путешествовать с союзниками и сформировать свой собственный отряд из трех бесстрашных исследователей космоса. Примите участие в захватывающих сражениях против множества кораблей соперников и могущественных боссов. Графика также была улучшена с несколькими крупными обновлениями. Улучшенные текстуры, эффекты и разрешение позволят вам погрузиться в события и отлично провести время в компании любимых героев. Borderlands 3 – это шутер от первого лица, в котором вы окажетесь в опасном и даже немного сумасшедшем мире. Главное – остаться в живых, сражаться с бесстрашными противниками и преодолевать все опасности на своем пути. Отправляйтесь исследовать окружающий мир в поисках полезных предметов, ценных ресурсов и пополнения арсенала более мощным оружием. Не забывайте уделять особое внимание развитию своих навыков и способностей. Это третья часть серии, и она снова готова порадовать своих поклонников неистовыми боями, динамичным геймплеем и хорошо проработанной графикой. Атмосфера в игре затягивает, а музыка значительно дополняет ее. Эти изменения затрагивают визуальное оформление и игровой процесс в целом. Отныне вы можете стать частью реального мира и собрать в своем арсенале более мощное оружие и атрибуты защиты. Кастомизация главного героя также полна дополнительных возможностей и функций, позволяя вам создать своего собственного непобедимого воина. Проведите время с друзьями, ведь в игре есть и кооперативный режим. Kingdom Come Deliverance Захватывающая ролевая игра на тему средневековья, где ты сможешь почувствовать себя настоящим гладиатором и отправиться на поле боя, сражаясь с врагом один на один. Эта игра представляет для тебя массу возможностей. Иди куда хочешь, делай что хочешь, выполняй миссии в удобном для тебя порядке. Здесь ты можешь не только вести боевые действия со своими соперниками, но и стать работником одной из многочисленных профессий того времени. Игра также является поучительной, ведь здесь переданы истории, которые существовали на самом деле. Ты сможешь оставить все как есть, либо изменить ход событий. Все зависит только от твоего решения, но будь максимально внимательным. Здесь ты сможешь стать как на сторону зла, так и на светлую сторону. Будешь ты беспощадным бандитом или величественным воином? Решать только тебе. Pillars of Eternity 2 Deadfire представляет собой продолжение нашумевшей классической ролевой игры Pillars of Eternity. Здесь все осталось на своих местах, ничего не пропало, но появилась новая история, занимающая в общей сложности более 50 часов реального времени. У данного проекта есть свои козыри в рукаве, особенно если сравнивать его с молодецкими RPG слэшерами, прохождение которых ограничивается одними-двумя разами. Эта же игра отличается реиграбельностью, и все благодаря продвинутой ролевой системе. Выбор персонажа здесь не ограничен лишь одной генерацией внешности. Создавая своего героя, вы создаете настоящую личность, и от того, какие параметры вы зададите на старте, будет сказываться отношение игровых персонажей к вашему герою на протяжении всей игры. Для игроков будет доступен новый регион Deadfire. Здесь тоже есть порты и собственные квесты, которые вы сможете выполнить со своей командой и спутниками. Соберите команду из спутников, которые смогут развивать свои классы и способности, вне зависимости от своего предназначения. Совершенствуйте корабль, старайтесь прокачивать команду и пройдите игру так, так как еще никто не проходил. Мрачный рассвет в Гримдаун показал, что ткани созданной вселенной слишком слабые. Поэтому Кайн принял разбойников, бандитов, магу, кучей всякой твари и нежити в свои объятия. На территории Кайрона наступили темные времена, но после этого люди не бросили попытку атаковать врагов и призвали в мир инопланетян. Они открыли для них порталы и впустили несколько особей для получения эфира. Ясное дело, что для противников из другого мира были созданы специальные тюрьмы. Под воздействием эфира люди становились на порядок сильнее, но полностью теряли контроль над собой. Их отправили вперед из песни, лишь бы они убивали и грабили все на своем пути, постепенно освобождая мир от пришельцев и всякой нечисти. Однако люди перестали погибать под действием эфира и прозвали себя расой эфириалов. После этого часть наиболее способных людей поместили в специальную тюрьму, созданную из обелисков, единственных существ, на которых не распространяется повреждение от эфира. Здесь наш герой начинает свое путешествие. Наша задача уничтожить главный источник эфира, чтобы противники начали бороться с реальными врагами. А после этого в наших возможностях будет объединение с нежитью и тварями, лишь бы они забрали то, что им нужно и ушли из Кайрона навсегда. Это ролевая игра с примесью РПГ от третьего лица, которая точно затянет вас всерьез и надолго. В рогалике Хейдис вы будете постоянно участвовать в эпических сражениях. Дары можно приобрести и познакомиться с богами Олимпа, которые с удовольствием отдадут вам частичку могущества. Выполните поручения Зевса, Афины, либо просто познакомьтесь с ними, чтобы овладеть новыми навыками или снаряжением. Каждый раз, встречаясь с новым персонажем, вы будете свидетелем какого-нибудь интересного события. Побывайте в роли бессмертного принца подземного царства и используйте все свои умения, чтобы выбраться из ада. Герой обладает мифическим оружием и многочисленными сверхспособностями, благодаря которым понадобится сразиться с непрекращающимися отрядами врагов. Каждая попытка сбежать будет уникальна. В очередной попытке сбежать вас будут ждать новые сюрпризы в виде врагов, ловушек или измененных локаций. Подземный мир переменчив и никогда не станет прежним. Враги эволюционируют, а боссов становится все больше. Поэтому не стойте на месте и прокачивайте все свои способности, чтобы обгонять врагов по силе. Пользуйтесь зеркалом ночи, чтобы облегчить себе путь. Проходите захватывающую историю, повествующую о не самой дружной семье богов, правящих на Олимпе. The Old Worlds. Рулевая игра в жанре экшена, где все действия происходят с видом от третьего лица. А тебе, в свою очередь, предстоит отправиться в необычный фантастический мир. Главное, что необходимо отметить, это твои действия и принятые решения, которые будут оказывать большое влияние на развитие событий и даже на судьбу всего человечества. Ты станешь частью всевозможных интриг, узнаешь о загадочном и даже страшном заговоре, а также отправишься в увлекательное приключение по миру, которое подготовило для тебя немало испытаний. Вселенная, в которой ты отправляешься, полностью открыта для исследования, что станет основной частью игрового процесса. Прежде чем приступать к действию, тебе необходимо создать своего персонажа, который может быть совершенно уникальным как в плане внешности, так и в плане характеристик. Разработчики создали довольно обширный арсенал по созданию главных героев, поэтому у тебя будет масса возможностей создать ни на кого не похожего персонажа. Графика в игре также стоит высокой отметки, ведь она не менее оригинальна и готова с головой погрузить тебя в фантастику и мрачные тайны. Wasteland 3. Приключения в жанре ролевой игры. Местом для развития истории Wasteland 3 становится штат Колорадо. Он пережил апокалипсис в виде конфликта, при участии практически всего мира и сейчас находится в упадке. Очень мало населен вследствие сокращения популяции человечества и общей слабой пригодности для дееспособного общества. Ведь земли сильно поражены радиацией и урожай очень бедный, плюс плоды имеют зашкаливающий уровень загрязнения. Глобальной целью вашего прохождения станет создание нового общества на пепле старого. Но никто вам не помешает наводить ужас на оставшихся жителей Колорадо и стать страшным тираном. Каждый квест нелинеен, от вашего выбора зависит дальнейшее развитие сюжета. Постепенно, обрастая припасами и всем необходимым, ваш протагонист, которого вы создаете самостоятельно, может собирать отряд из шести рейнджеров. В партии будет гораздо легче противостоять постапократической фауне пошаговой боевке. С помощью системы перков и способностей есть возможность настраивать бойцов под любой стиль ведения сражений. В игре реализованы транспортные средства для преодоления больших расстояний, а также кооператив на двоих для объединения своих групп в мощное мини-войско. Вот и подошло к завершению моё видео о тех РПГ, в которые можно нормально так залипнуть. Надеюсь, что мой топ поможет вам окунуться в мир фэнтези и приключений. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться видео с друзьями. До новых встреч, удачных побед и невероятных приключений в мире РПГ-игр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова